МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если блюда не соответствуют нормам СанПин, Роспотребнадзор может оштрафовать или даже приостановить работу ресторана. Ох, какие! По словам экспертов, штрафы могут привести к увеличению стоимости услуг общепита. Ведь в их стоимость закладываются подобные риски. Кто не любит хороший вкусный стейк, пусть даже и с кровью, как называют, неужели мы в ресторанах больше не найдем эти стейки? И всеми любимые суши такие популярные. Мне кажется, это какая-то профанация. Да, да, да. Ответит нам на этот вопрос шеф-повар Андрей Власов уже в нашей студии. Андрей, доброе вам утро. Андрей, доброе утро. А как же стейки? За что на них обозлились? Ну, нормы есть нормы. Но я вас хочу заверить, что в хороших ресторанах, которые берут мясо у проверенных поставщиков, опасаться абсолютно нечего. Потому что качество мяса проверяется от момента, даже не от момента забоя, а от момента выращивания той или иной породы. Специально выведена была порода блэкангус, которая устойчива ко многим болезням и абсолютно безопасна. Вот поэтому в меню ресторана как раз очень часто пишут, что это какая-нибудь стейк королевской, какая-то вырезка, там, да, откуда-то из Америки или еще откуда-то. У нас часто из Брянской области. Из Брянской области, кстати, не видел ни разу. Нет, в магазинах продают. Нет, почему? Есть из Брянской. Это большие проверенные поставщики, которые гарантируют качество. Если что-то в партии пошло не так, какие-то анализы показали какие-то минимальные даже отклонения, бракуется вся партия и снимается с реализации. Слушайте, ну а что касается этих санпинов, давайте про санпинов поговорим. Откуда вообще родилась эта идея сейчас ужесточать какие-то... Проверки устраивать дополнительные. Ну, правила есть правила, их никто не отменял. Это может просто санпины пересмотреть? Конечно, давно уже пора, потому что весь общепит еще живет по старым санпинам. Это такие советские еще? Советские, конечно. Начиная от планировок помещений, необходимый метраж кухни по отношению к залу. Конечно же, сейчас соблюсти все нормы санпинов практически нереально. Слушайте, ну вот как раз прошла информация, буквально сегодня утром читал, о том, что как раз в Государственной Думе задумались об отмене советских ГОСТов даже. Может быть, как раз до санпинов дойдем? Может быть. Как полный, я очень надеюсь. На что менять вопрос только, кто это будет контролировать? Ну, мы про мясо поговорили, но тут речь идет еще про морепродукты, например, вот эти те же самые суши с лососем и так далее и тому подобное. Ну, тут все то же самое. Строгий контроль качества на процессе приемки сырья гарантирует практически полную безопасность. Весь мир ест, не жалуется. Никто не боится. Ну, а вот у нас тоже была новость про то, что проверят котлеты, да, в ресторанах быстрого питания. Котлеты у нас никогда не понепонятно, что там внутри. В ресторанах быстрого питания, если говорить о Макдональдсе, ну, там все у них прожарено, но есть какие-то мини-бургерные. Сейчас очень много, это же самый простой вариант, да? И то же самое, там да, там тоже есть у котлеты прожарка, то есть можно заказать гамбургер с прожаркой котлеты medium. Слушайте, ну тут говорится о том, что будут еще штрафовать. Вот размер штрафов, он насколько критичен для заведения? Ну тут не конкретно размер штрафов критичен, а критичен прецедент сам. Если штрафовали одного, второго, третьего, так повально пойдут штрафовать всех. Вот еще один повод как раз-таки пополнить казну. Надеемся, не отберут у нас мясо и котлеты, что называется. Ну то есть подвести черту можно сказать одно. Что не стоит беспокоиться ни за мясо, ни за продукты, которые как раз поступают к крупным ресторанам. Абсолютно, абсолютно верно. Но все-таки, мне кажется, даже в каких-то мелких ресторанах там и стейков-то нет хороших. Даже, пожалуйста, пример далеко ходить не нужно. Не про рестораны речь. Вот в обычном магазине купили лосось, и вот недавно наша коллега отравилась и как раз попала практически в больницу из-за этого лосося. То есть проверить качество невозможно даже у крупных ритейлеров. То есть вопрос доверия, да? Доверяешь или нет? Ну, наверное, да. Наверное, да. Спасибо, ладно. Надеемся, будем есть, что ели. И только лучше. В гостях у нас был шеф-повар Андрей Власов. Спасибо вам большое. Спасибо большое.